МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Холодная погода накаляет градус. В регионе отмечается всплеск пожаров с гибелью людей. За коноплейках за грибами в Чечерском районе около леса задержан заготовитель марихуаны. Ограбил ювелирный расследуется уголовное дело против гомельчанина, который украл в магазине золотое обручальное кольцо. А также отпечатки на бутылке водки. Эксперты помогли отыскать мужчин, похитивших у жителей столичного региона лодочные моторы и рыболовные снасти. Следователи ищут очевидцев ДТП на улице Песина, в котором погиб ребенок. Напомним, трагедия произошла 19 октября. При проезде перекрестка улиц Песина и Телегина водитель грузового автомобиля МАЗ наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП. Уголовное дело возбуждено за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель помещен в изолятор временного содержания. Ему 21 год. По факту произошедшего сейчас проводится расследование. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам, которые стали очевидцами ДТП, с просьбой сообщить об этом в ближайший отдел милиции или позвонить по номеру телефона 102. Необходимо обратить внимание водителя, ведь в правилах сказано, что при приближении к пешеходному переходу обозначен дорожный знак, разметка и так далее. Необходимо повысить внимание, снизить скорость. А зачастую некоторые водители игнорируют данное требование и наоборот увеличивают скорость, и даже совершают обгон на пешеходном переходе, что недопустимо является нарушением. На сегодняшний день пешеходный переход не является безусловным залогом безопасности. Необходимо, прежде всего, самому ребенку убедиться в безопасности, убедиться в отсутствии, исключить использование распространенных в наше время гаджетов, телефонов и так далее, которые зачастую дети пользуются при переходе проезжей части. Это, конечно же, негативно влияет и может привести к самым плачевным последствиям, вплоть до смерти ребенка. За минувшую неделю это не единственная трагическая история на дороге. В Кармянском районе мопедист погиб от столкновения с трактором. Водитель сельхозтехники, выполняя левый поворот, не уступил дорогу скутеристу, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения владелец мопеда был госпитализирован и от полученных травм скончался в реанимации. Водителю трактора 22 года. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В данных условиях движение мототранспорта уже небезопасно. Сцепление с дорогой значительно снижается, понижается температура. Естественно, резина, которая прекрасно работает в летний период тех же самых мотоциклов, велосипедов и так далее, она на сегодняшний день уже не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой. И это может послужить также причиной совершения дорожных транспортных происшествий. Поэтому госэта инспекция проводила закрытие мотосезона. Мы рекомендуем уже продолжить движение в следующем году при более благоприятных условиях погодных. По счастливой случайности не было погибших людей в аварии под Гомелем, которая произошла по вине лося, выбежавшего на проезжую часть. Зверь попал под колеса автомобиля Nissan X-Trail. Водитель не смог объехать животное. В итоге на трассе произошло тройное ДТП. Автомобиль «Жигули», который двигался позади, врезался в Nissan и вытолкнул его в кювет, а сам столкнулся с «Опелем Мавана», ехавшим в попутном направлении. По чистой случайности, раньше работников МЧС на месте аварии оказался замначальника аварийно-спасательной части Константин Полищук. Мужчина руками отжал дверь автомобиля «Жигули» и вытащил водителя из поврежденной машины. Прибывшие сотрудники МЧС деблокировали пассажира. Пострадавших госпитализировали. За окном холодает, а в помещении градус накаляется. С понижением температуры воздуха сотрудники МЧС стали фиксировать увеличение количества случаев возгорания частных объектов, сельхозстроений и жилых домов. В Гомеле в начале этой недели на пожаре в гараже погиб мужчина. 23 октября спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в гараже на территории кооператива по улице Борисенко. По прибытии спасателей к месту вызова внутри кирпичного двухуровневого гаража наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в подвале помещения был обнаружен мужчина. Им оказался 38-летний неработающий брат хозяина гаража. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но спасти погорельца так и не удалось. В больнице врачи констатировали его смерть. В результате пожара в гараже были повреждены вещи и мебель, закопчены стены. Из рассматриваемых версий причина пожара – это неосторожное обращение с огнем. Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – это одна из самых распространенных причин пожаров и гибели людей в огне. В холодное время такое количество пожаров увеличивается, потому что наши любители покурить, они уже остаются дома, не выходят на улицу. Поэтому хочется напомнить, что курение – это вообще вредно для здоровья. По причине неосторожного обращения с огнем в Речице на этой неделе погиб пенсионер. 80-летнего мужчину спасатели обнаружили на пожаре в частном доме на улице Нефтяников. Погибший находился в комнате, соседствующей с помещением, в котором произошло возгорание. Уничтожен матрас и повреждена кровать. Никогда не следует курить в постели, в кровати, на диване, в кресле. Всегда нужно использовать пепельницу, ни в коем случае не выбрасывать окурки с окон. И, что очень важно, в своем доме, в своем квартире нужно установить автономный пожарный извещатель, который в случае малейшего появления дыма в помещении, он просигналит и спасет человека. Не удалось спасти и пенсионера из поселка-строителей Светлогорского района. По прибытию подразделению МЧС к месту вызова деревянный дом пожилого мужчины полыхал ярким пламенем. По предварительной версии, причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления. Двое гамильщан спасли пенсионерку, которая в три часа ночи в белой простыне и носках разгуливала по безлюдным улицам Новобелицы. Жутковатую картину мужчины заметили сразу после того, как припарковались на автомобиле в районе остановки «Кристалл». Пожилая женщина в белой простыне и с развивающимися на ветру волосами шла в их сторону, то появляясь, то исчезая за деревьями. Издалека ее можно было принять за привидение. Несмотря на экзотичное зрелище, пассажиры авто не остались равнодушными и поинтересовались у пенсионерки, что она делает на улице в столь поздний час. Ничего вразумительного пенсионерка мужчина не ответила. Выразив беспокойство за ее здоровье, неравнодушные граждане отвели женщину в ближайшее отделение милиции. Была установлена личность данной гражданки. Ею оказалась 85-летняя жительница этого же района областного центра. Сотрудники милиции связались с ее родственниками, которые приехали и забрали пенсионерку домой. Дочь потерпевшей пояснила, что данная гражданка вышла из дома, не сказав, куда направилась, и пропала. Ранее подобного поведения за ней отмечено не было. Чтобы не попасться на сборе конопли, они сымитировали поломку автомобиля. В Чечерском районе два местных жителя могут сесть на пять лет за попытку заготовки сырья для изготовления марихуаны. Припарковав свой автомобиль на обочине дороги, мужчины пошли в сторону леса, чтобы накосить несколько мешков наркосодержащего растения. По возвращению, заметив участкового милиционера, соискатели приключений сбросили полиэтиленовые мешки в траву и сделали вид, что пытаются починить заглохший опель. Однако уловка не сработала. Задержанных с двумя пакетами растительного вещества доставили в Чечерский РОВД. Содержимое направили на экспертизу, которая подтвердила, что невысушенная масса – ничто иное, как марихуана. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А в областном центре сотрудники наркоконтроля сняли с маршрутки сообщением «Мозырь-Гомель» пассажира, который перемещал в сумке более 10 килограммов на свая. Нарушитель сказал, что приобрел некурительный табак исключительно в личных целях. В отношении пассажира был составлен административный протокол. Против гомельчанина, ограбившего в день матери ювелирный магазин, возбудили уголовное дело. Мужчина попытался скрыться бегством из лавки дорогих украшений, прихватив с собой золотое обручальное кольцо. Грабителя запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в ювелирном магазине. Клиент подошел к витрине, попросил продавцов показать ему несколько обручальных колец, примерил их на палец и с тем, которое подошло по размеру, рванул к выходу. К розыску грабителя оперативно подключились сотрудники департамента охраны, которые уже через 15 минут смогли задержать преступника неподалеку от Гомельского железнодорожного вокзала. Задержанным оказался неженатый и ранее несудимый 37-летний гомельчанин. Мотив преступления пока не ясен, однако с уверенностью можно сказать, что завидного жениха из горя грабителя уже не получится. Согласно статье, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Рыбаки из столичного региона, выехавшие на берег Днепра в Жлобинском районе, едва не лишили своих моторных лодок. Похитителей вычислили по отпечаткам пальцев, оставленных на бутылках из подводки. Подробности невероятной рыбалки с благополучным исходом в материале наших корреспондентов. Компания из Минской области вечером в пятницу приехала в Жлобинский район на рыбалку. Время решили провести с ночевкой. Подходящее место для организации лагеря выбрали неподалеку от деревни Скепня. Берег здесь невысокий, подходящий для спуска лодок на воду. Неподалеку от них расположились еще двое любителей ловли, которые представились гомельчанами. Соседи объединились в одну компанию и нескучно провели время у костра. А ближе к трем ночи разошлись по палаткам. Проснувшись утром, минчане, к своему удивлению, обнаружили пропажу двух из четырех, привезенных собой моторных лодок, оставленных на берегу. Каким образом и когда они исчезли, никто не знал. Соседи также уверяли, что спали мертвым сном. Раздосадованные хозяева вызвали милицию, а их знакомые тем временем спешно покинули берег еще до приезда следственно-оперативной группы. При осмотре территории лодки нашлись. Они были притоплены в полутора километрах вниз по течению. Вот только ни дорогостоящих моторов «Хонда» и «Ямаха», ни эхолотов на них уже не было. Эксперт, который входил в состав следственно-оперативной группы, обратил внимание на водочную и пластиковую бутылки, оставленные на месте стоянки соседей рыбаков. Емкости были обработаны специальным порошком, в результате чего на бутылках обнаружили следы пальцев рук двух человек. Изъятые в ходе осмотра места происшествия два следа пальца руки поступили в отдел криминалистических учетов, были закодированы, обработаны. И при сравнении с базой дактилокарт было установлено совпадение с двумя лицами, проживающими в Бодкошелевском районе. В соответствии с законом о государственной дактилоскопической регистрации, постановки на дактовый счет подлежат некоторой категории граждан, в том числе военнообязанные лица, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел, лица, подозреваемые в совершении преступления, либо осужденные за совершение преступления и другие категории. Вечером того же дня информация о личностях, а также о местах их регистрации по месту жительства были переданы оперативникам. Сотрудники уголовного розыска Жлобинского РОВД, получив информацию от экспертов о том, что к делу могут быть причастны жители Бодкошелевского района, выдавались в данный район. В ходе проверки двух граждан, а также места жительства, оперативникам удалось найти канистру, которая принадлежала Менчанам. И уже потом, в ходе проведения оперативно-остных мероприятий, оперативники вышли на схрон, который преступники организовали в лесу недалеко от водоема. А там же находились все похищенные вещи. Это и лодочные моторы, и спиннинги, и другие имущества, и другое имущество, которое принадлежало рыбакам из Минской области. Похищенное изъято после проведения необходимых следственных действий, оно будет передано законным владельцам. По факту кражи Жлобинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Нечистым на руку рыбакам за кражу чужого имущества совершенной группой лиц грозит до четырех лет лишения свободы. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok